Всем доброе утречко! Сегодня у нас 14 ноября, понедельник. У меня выходной. Собираюсь в магазин за продуктами. На улице плюс один. С утра было минус один. Середина ноября. Погодка сегодня более-менее, по крайней мере, солнечно, сухо. Так, сейчас схожу в магазин. Так, творог есть, сыр есть. Можно сметанки купить. Хлебушка белого. Так, помидоры, огурцы есть. Всё купили. Кефир надо мне купить. Без кефира как-то мне не очень. Так, сейчас схожу кефирчик куплю. Так. Так, хурму достану из морозилки. Мне кто-то сказал, что её надо заморозить, а потом отставить. И она будет мягкая, хурма. И надо мясо достать. Правда, не знаю, сколько. Достала всё. Все три пачки. Там по кусочку, по котлете на косточке. Так, сколько грамм? В одной пачке 400 грамм. Или две достать. Или две сварить, третью оставить. 380 грамм. А здесь сколько? Лопатка свиная, фермерская, на кости. 360 грамм. Или вот эти две сварить. Одну оставлю. Ставлю одну, на всякий случай. На супчик какой-нибудь. Всё, он пусть размораживается. Даже можно туда в раковину бросить. Приду, поставлю, варить. Всё. Побежала я в магазин. Никак не уйду в магазин, собираюсь. Так, можно было шапку надеть. Ну, ладно, не буду. У меня капюшон есть. Пальтишко своё старое надела. Ему уже лет 7. Где-то новое есть. Даже два. Завтра достану чёрное новое. А в нём пойду на работу. Так. Вы мне говорите, зачем мне два календаря? Потому что у меня их два. Один на кухне висит. Второй вот в прихожке. Потому что здесь старые драные обои. Их надо чем-то закрывать. Всё. Побежала я в магазин. Всем пока-пока. Приду, покажу, что купила. Ждём лифт. Ладно, я надеюсь. Без шапки я там не замерзла. Так, первый. Конечно, можно было шапку надеть. Там ветер сильный. Завтра в шапки пойду. Сегодня уж не стала надевать. Она мне мешаться будет. Видишь, какие лужи. Лужи во льду. Лёд. Лужи замёрзли. Снега пока нет. Земля голая. Ну, вот так вот. На машинах чуть-чуть налет и на лужах. Иду в супермаркет, да? За продуктами. Зашла в аптеку. Купила тавигил от аллергии. И аналоприл от давления. Всё-таки из всех противоаллергенов. Мне лучше всего тавигил помогает. Единственная проблема, от него сон тянет. Но я решила, что я его буду пить во второй половине дня. Сходила я в магазин. Сейчас покажу, что купила. У меня тут хурма размораживается. Говорят, что она после заморозки мягкая становится. Так, на улице плюс один. Солнышко. Время уже три часа. Пятнадцать минут четвёртого. Сходила в магазин. Купила картофель. Салат. Хрустящий салат. Забыла, как называется. Но это не важно. Какой-то салатик купила. Хрустящий салат по-леснему. Салат кудрявый. Такой салат. Укроп, лук, хлебушек с кунжутом. Фермерская колбаска любительская. Лак для волос купила. Другого там не было. Не знаю, как даже пахнет. Жидкое мыло купила. Купила гель для душа. Экстракт чёрной орхидеи. С увлажняющим молочком. У меня там ещё есть, но скоро закончится. Быструю овсянку купила. Геркулес. Сметану. Клюква перетёртая с сахаром. Чай пить. Зелёный чай с жасмином. Сочное такое пирожное с черникой. Александровское. И два сочника взяла. Всё. Вот это всё, что я купила на 1800. А, ещё два мороженого. Мороженое две штуки купила. Вот такую я в Белебее брала. Пломбир натуральный с малиной. Я в Белебее когда ездила, вот там подсела на такое мороженое. Малиной пахнет. Попробую попозже с чайком зелёным. Так, всё. Магазин сходила. Продукты купила. Мясо размораживается. Чуть попозже варить поставлю. Можно было, конечно, по одному кусочку варить. Ну ладно, я сварю два. Один оставила на супчик. Так, всё. Продуктами запаслась. Ну я сегодня немного взяла, поэтому нести было легко. Так. Полно у нас творога. Полно надо творог есть. Не, ну сейчас колбаску. Ладно, я сейчас бутерброд, наверное, сделаю себе. Так, сметана там есть, но там уже она не так много осталась. Так, а больше в холодильник-то класть не ничего. Только сочники. И пирожное. Так, ладно. Только колбаску. Я забыла кефир купить. Специально ходила за кефиром и кефир забыла. Нормально. Ну ничего. Завтра буду идти с работы и куплю кефир. Зайду. Мне надо завтра ещё... Завтра короткий рабочий день, но в смысле это до шести. Надо будет после работы на почту зайти, отправить сестре на открытку на день рождения. Открытка большая. Что-то я пожалела её резать. Я думала, там где-то около сантиметра лишний краешек отрезать можно. А там, оказывается, сантиметра два. Я же не могу одну четвёртую и там одну пятую открытки отрезать. Открытка большая. Ну, хотела чуть-чуть под конверт подрезать, а она, оказывается, большая. Поэтому я её отправлю. Надо конверт специальный купить. Конверт с маркой, марку наклеить. Там на почте подпишу и отправлю. А то уже осталось две недели до дня рождения. Надо отправлять. Ничего страшного. Вот такая погодка у нас сегодня. Вы видите, лес уже весь чёрный, голый. Уже листьев не осталось. Снег пойдёт, всё засыпет, всё будет белое, красивое. На солнце будет блестеть. Вот смотрите, время только 15.15, а солнце уже, оно уже садится. Причём там дома, 25-ти этажки у нас за лесом. И вот солнце за эти 25-ти этажки садится. И всё, оттуда уже, уже солнца не видно. Уже тень падает на наш вот участок. Короче, за домами уже солнце. Так, сейчас окошечко откроем, выглянем. Я уже подкашливаю, мне бы не высовываться. А то я вот так вот вспотела, бегала в магазин. Сейчас высунусь и простужусь. Просто хотела вам показать, что солнце там за домами прячется. Ой, блин, я лучше закрою. Всё-таки холодно уже. Не май месяц. Хотя травка кое-кде зелёненькая есть, но это скорее всего такая, знаете. Какая-нибудь канада грин, которую специально высаживают. Чтобы зелень была вокруг. Это уже не натуральная травка, не пойми, что говорит. Гибрид какой-то. Так, всё, сейчас я уберу продукты. Частично уже убрала. Так, картошку под мойку, под раками. Но у меня там ящик специальный стоит для картошки. Так, салат я, конечно, есть буду. Салат тоже в холодильнике. Так, салат. Ой, это... Ну, сейчас не буду есть зелень тоже. Кстати, белый хлебушек покупила. Так, варенье, клюква. Здесь у нас мёд, чеснок, варенье, клюква. Так, чай. Чай полно всякого. Дофигища. Это уже я запасной купила. Кофе тоже есть. Всех сортов. Так, мыло запасное. Здесь пусть стоит на полочке. Так, лак в ванную. Гель для душа в ванную. Овсянку Геркулес я пересыплю. Пусть пока здесь коробочку пересыплю. Так, сейчас я попью кофейку. Бутербродик с колбаской сделаю. Так, какую же мне колбаску? Копчёную поесть. Нет, я эту открою. Сейчас я бутербродик с колбаской съем. Бутербродик с колбаской. Так, лак размораживается. Холодная вода. Холодная вода размораживает, не в горячей. Постоять немножко. Часик-другой. Потом варить поставлю. Большой кастрюльке. Так. Скипятить надо чайку. Все, ребятки, чекнуло. Сейчас меня там сто раз оговорят. И чихает, и кашляет, и сморкается. Ребятки, я живой человек, я не кукла. Так что, не обессудьте. Гагра. Увидела магнитик Гагра. Ой, господи. Ладно, ребятки, на этом видео заканчивается. Блин, время полчетвертого. Я еще хотела в квартире убраться. Наверное, ничего не успею. Так, сегодня какое число-то у нас? Четырнадцатое. Интересно, когда я постель меняла? Может, постель поменять? Я обычно меняю раз в десять дней. Вот, например, первого, одиннадцатого, двадцать первого. Я вот не помню, когда я меняла, первого или одиннадцатого. Короче, наверное, две недели прошло. Я, наверное, за одиннадцатого забыла поменять. Надо менять постель срочно. Так, сейчас я поменяю постель. И уборку в квартире сделаю по-быстрому. Потом буду отдыхать. Какой это отдых нафиг? Мясо поставлю варить. И картошку толченую сделаю на завтра. Ну, не на завтра. Посмотрим. На вечер, на ужин будет картошка толченая. И мясо отварю. Может быть, супчик сделаем вечером. В общем, все, ребятки. Всем пока-пока. Сегодня такой чудесный денек прекрасный. Видите, солнышко выглянуло. Пойду я быстренько чайку попью. И займусь уборкой. Ну, если будет возможность, может быть, вечером еще видео сниму, что-нибудь расскажу. Если все сделаю, если будет хорошее настроение. Всем пока-пока. Пока. Вот пишут, что я там одна жрачка на уме. Главное забить холодильник. Ну, что делать, ребята, если человек так устроен, что он должен есть три раза в день. А лучше четыре. А еще лучше пять. Я ем часто, ребята. Раз пять в день, но по чуть-чуть. Я не ем первый, второй, третий компот. Я что-то одно ем. Ладно, все, побежала я делами. Заниматься еще, отдохнуть потом надо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.